Всем привет, с вами Марти. Вы можете меня знать по нику HemeroCyber на портале GoHaru. Там у меня есть собственный раздел по гайдам по настройке стрима. Также я публикую различные обзоры по играм, также и гайды по ним. Поэтому тот, кто читает ресурс GoHaru, должен меня знать. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое рестрим, как он организовывается. Будем использовать два рестрим провайдера. Это Restream.io и GoodGame. Ну, правда, GoodGame это не только рестрим провайдер, но и стрим серверс. Просто у него есть возможность рестрима. Итак, мы зарегистрировались уже на Restream.io. Я думаю, регистрируться вы умеете. И у нас появляется такое окно. И в данной части экрана у нас появляется плеер. Правда, он не выводится в лайф никак. Это только для теста он здесь. Здесь у нас указан Rantempo и URL сервера. Вы можете здесь выбрать тот или иной сервер, к какому вам ближе коннектится. В данном случае у меня Москва. Здесь Rantempo и ссылка на него указана. И StreamKey. Я ее копирую. Зря я ее вырезал. Копирую и вставляю в опсе. Например, в вкладке Stream. Здесь у меня уже вставлено. StreamKey то же самое. Я, правда, не буду это сейчас делать. Потому что у меня уже там все настроено. После того, как вы в опсе или в Xplit примерно то же самое. Но, правда, в Xplit вы нажимаете Custom Rantemp. После этого вы должны уже настроить службы на Restream.io. На Goodgame примерно то же самое. Только там немного по-другому настраиваются службы. Но Goodgame мы чуть попозже тоже разберем. Нажимаем на Add Channel. Здесь у нас большой список тех каналов, которые мы можем добавить. Правда, тут есть одна огоровочка. Restream.io это, в принципе, платный сервер. Поэтому здесь некоторые услуги, так сказать, оказываются платно. Например, Doubling это тарифный план, который стоит 5 долларов без скидки. Сейчас, правда, скидки действуют. Который позволяет стримить сразу на два канала, например, на одной какой-то службе. То есть, это там Twitch, YouTube и так далее. Например, вы хотите организовать стрим на свой личный канал и на канал своей организации. Вот для этого нужен вот этот вот даблинг. То есть, изначально вы не можете добавить сразу два Twitch-канала и стримить на них. Такое здесь, к сожалению, невозможно. Также есть настройка Custom Platform RNTMP. Это означает, что вы можете вставить свои конкретные ссылки RNTMP URL и StreamKey. И чтобы ваш поток пошел на какой-то конкретный или личный стрим-сервер. Вот этот тарифный план у нас стоит 15 долларов со скидкой 10,5. Поэтому довольно дорогой. Но у нас для этого есть, в принципе, Good Game для стран СНГ. Ну а те, кто, в принципе, в другом месте живет, то придется оплачивать все это дело. Кроме того, вообще на Restream.io существуют различные планы оплаты. Самый бесплатный, который мы используем, он позволяет на 30 платформ Restream проводить. Не имеет никаких водяных знаков и рекламы. Нет никаких лимитов по продолжительности стрима. По битрейту тоже нет никаких. За 6 долларов. Ну, 5. Клубжено на 6 долларов. Плюс комиссия какая-нибудь. Премиальная поддержка и редактирование каналов в реальном времени. Изначально вы не можете редактировать добавленные вот здесь вот каналы в реальном времени. То есть, чтобы у вас изменения применились, вы должны перезапустить свой стрим. И есть Enterprise план, но это уже больше для организации. Тут уже заключение договора и так далее. Здесь вот на странице Pressing тоже об этом вот указано. Насчет даблинг и кастом платформ. Итак, вы добавляете, например, тот же GoodGame. Здесь вписываете StreamKey. Ну, там 1.1. Нет, Invalid StreamKey. Ну, я его не буду. Или буду палить. Не знаю. Ну, давайте пока без GoodGame. Давайте с YouTube и ивентами. Вот здесь у нас, кстати, есть одна ремарочка. Вот, и о которой я тоже нашел, к которому могут новички столкнуться. YouTube Gaming и YouTube StreamNow это у нас, грубо говоря, тот вот YouTube Gaming, который нам YouTube предлагал раньше, когда у вас одна-единственная ссылка, и вы по ней постоянно стримите. Правда, все равно... Вот, показываю. StreamNow сейчас он переключится. Правда, все равно у вас ссылка на сам стрим будет как видео. То есть, насколько я понимаю, ставить его на другие сайты вы все равно можете только как видео, а не как на YouTube, на Twitch'е, просто одна ссылочка, и все. У вас там постоянно плеер будет. А здесь все равно будет плеер у вас меняться. Только вы просто настройки не меняете. Вот. Данные виджеты именно для YouTube Gaming предназначены. Для событий. Обычно мы стримили раньше сами с помощью событий, потому что события... Ну, вообще, весь стрим у нас это обычное YouTube видео, поэтому оно также настраивается для YouTube. Там различные теги в него добавляются. Вот, поэтому события именно позволяют настроить вот это видео. Я ее уже, в принципе, создал. Добавил камеру. Упс, не туда. Идет. Добавил камеру. У меня, кстати, тоже есть гайд на нашем форуме по настройке YouTube, поэтому там можете все почитать. Не буду на этом особо заставить внимание. Вот. И поэтому, если вы хотите стримить теми событиями, то вы должны только вот этот добавлять, плагин. Вот эти не добавляйте, потому что они работают по несколько другому IP, который может как-то помешать работе обычных ивентов. Потому что это более старая технология, насколько я понимаю. Вот. Ну, давайте добавим. Здесь Connect не используем. Сразу вручную настройку. Здесь вбиваем Key. Ключ нашей трансляции. Он в настройках камеры. Я, правда, еще не настроил до конца. Нет, тут вот он. Копируем. Вставляем. Здесь можно URL-ссылку на ваш стрим. Ну, вот, например. Копируем. Добавляем. Вот. Добавили. Пока у нас тут статус офлайн, потому что мы не запустили саму трансляцию. Итак, ну, я не буду, наверное, другие каналы дополнить, но можно также с ВК попробовать. Где он тут у нас? Вот, ВК Live. Тут у нас просто Connect через IP будет. Да, вот все. Причем, есть здесь переключатели специальные на Restream.io. О означает, что у вас поток пойдет на данный плеер, а Офф, что не пойдет. В принципе, здесь все сложно. Тут опять же у вас выдавление появляется, что все изменения у вас, изменения вот этих вот пресетов вступят в силу только после рестарта вашей основной трансляции. Вот, после того, как вы настроили вот эти все виджеты, вы нажимаете на вопсе или эксплите кнопку Start Stream. У вас поток передается сначала на сервер Restream.io, а уже потом транслируется на данные каналы. Вот, в принципе, и все. Теперь с GoodGame. С GoodGame, в принципе, тоже все просто. У нас есть панель инструментов, есть настройки. А из вкладки настроек мы берем ссылки на наш основной GoodGame Player. То есть, вот здесь указано RandomPay и StreamKey. Вставляем его также в Ops. Затем нажимаем вот эту же шестеренку. Узнаем на Twitch'е наш StreamKey. Вставляем сюда. Либо, если мы хотим стримить еще на один канал. Но, к сожалению, GoodGame у нас позволяет только на два канала рестримить. Здесь ставим галочку и также настраиваем. У меня здесь указан другой. Другой позволяет использовать кастомные RNTMP ссылки. Поэтому у меня здесь указан, грубо говоря, по-моему, это и ВК. Насколько я понимаю, RNTMP для ВК и StreamKey для него же. Если галочки нет, то, соответственно, и не будет. Транслируется туда поток. Нажимаем сохранить и нажимаем кнопку начать рестрим. Делать это надо, насколько я понял, до начала самой трансляции. Чтобы сама система сохранила вашу ссылку. Точнее, ваши настройки для плееров. Я это обычно делаю где-то за 30 минут до начала трансляции. Потом уже запускаю стрим на вопсе. И уже потом сам GoodGame у меня обрабатывает и передает на Twitch или так далее. Есть определенные, опять же, подводные камни. Например, опять же, GoodGame из-за своей нагруженности может неправильно работать. Поэтому я пересаживаюсь на Restream.io. Если Restream.io не работает, то пересаживаюсь на GoodGame. Опять же, здесь все зависит от того, какими настройками у вас... Точнее, не у вас, а какие настройки уже непосредственно у плееров есть внутренние. Но вы на них уже никак не появляете. Например, ну это так утрирует. Twitch заблокировал Restream.io, поэтому послать поток с Restream.io на Twitch вы не можете. Ну, конечно, сейчас такого нету, но так, к примеру. То есть, именно в этом случае вы уже никак не повлияете на Restream. Кроме того, для каждого плеера вы должны, по идее, иметь свой конкретный поток со своими конкретными настройками. Если вы знаете, для Twitch есть определенные ограничения по потоку, для YouTube свои, для VK свои. Поэтому у вас поток в идеале должен соответствовать каждому каналу, каждому плееру. Но так как вы Restream.io, то у вас получается, что поток, если вы, конечно, все грамотно настроили, он может на некоторых плеерах показываться неверно, некорректно. Потому что те настройки, которые вы, например, добавили для Twitch'а и YouTube'а, не работают в VK или наоборот. Вот. Тут тоже с этим надо следить. В принципе, в большинстве случаев, по-моему, все проходит нормально. И тот, кто не особо заморачивается, у того все работает. Ну, я иногда заморачиваюсь, у меня что-то не работает. Такое, конечно, бывает. Но, опять же, стоит просмотреть все гайды по настройке стрима непосредственно уже на вашем стрим-сервисе. Потому что там обычно указано, какие настройки требуются для их сервера. И уже от этого отталкиваться. То есть, основной поток у вас должен, грубо говоря, равен какой-то такой общей единице, которая подойдет для всех тех плееров, которые вы используете. Дальше еще один подводный камень. Так как вы рестримите, вы должны работать на конкретную аудиторию. На аудиторию вот этих ваших трех или четырех или двух плееров. Соответственно, это тоже с некоторой такой логической точки зрения накладывает свои неудобства. Вот там в плане контента и еще чего-либо. Кроме того, вы должны читать чат, по идее. Опять же, это тоже свои неудобства добавляет. Потому что, например, ВК пока недоступен ни в одной из такой программ, которые у нас чаты обычно показывают на стриме или просто где-нибудь в телефоне. Рутони чат, по-моему, сейчас не имеет такой возможности ВК чат показать. Но если у вас второй монитор, вы можете туда тупо чата вывести. И это будет много удобнее. У кого один монитор, к сожалению, пока решения нет. И с этим, да, как я уже говорил, тоже есть свои неудобства. Поэтому привыкайте к неудобствам. Мне обычно всегда при стриме бывают. И лучше всего, конечно, заниматься это стримом тогда, когда вам это удовольствие. Опять же, стримы удобны, когда вы, например, транслируете какой-то конкретный турнир. И вам надо просто расширить аудиторию свою. То есть, турнир по какой-то конкретной игре. Если у вас контент разные игры, то не всегда, например, это заедет на YouTube или там на Twitch. Но все равно у вас должна быть какая-то ориентация на один конкретный плеер. То есть, там, либо Twitch, либо YouTube, либо ВК. Это вы уже сами должны подумать. Так, если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете задать в комментариях к этому видео. Либо на нашем форуме YouTube, ой, не YouTube, а на Гохару. Либо в моей группе ВК. Вот, поэтому задавайте вопросы, не стесняйтесь. Я, в принципе, отвечу на все. Если что, помогу с настройкой рестрима. Думаю, что рассказал наиболее полно. Конечно, если что-то упустил, то извиняйте. Опять же, вопросы можете задать. Ну и всем пока. С этим со следующим видео.